Братья и сестры, всех приветствую! Сегодня у нас очень интересная тема. Когда я рассуждал, я искал места, искал информацию, что же такое судьба. Потому что у нас сегодня тема «Судьба человека от Господа». Интересно она тем, что это касается каждого из нас. В старославянском языке «судьба» я нашел, как бы звучит «суд Божий». Я думаю, почему же именно так сложили вот это «судьба» и «суд Божий». И когда я открыл английский перевод, место Священного Писания – это притча 29-26, 26 стих, там, где написано «судьба человека от Господа», там написано так, в одном переводе звучит так, для тех, кто понимает английский молодежь. But justice for men comes from the Lord. А в другом переводе есть man's judgment comes from the Lord. И тогда у нас как бы складывается мнение интересное по поводу вот этого слова «судьба». Когда я открыл русский толковый словарь Владимира Даля, он трактует и говорит о судьбе как участь, как жребий, это доля, это часть, чему суждено быть. В словаре Ожегова, там маленько другая информация, и там поясняет он такими словами – это «стечение обстоятельств, независящих от воли человека». «Стечение обстоятельств, независящих от воли человека». Ну, мы говорим «судьба», как бы, ну, непредсказуемо, непредсказуемо случилось так. Этому, знаете, можно придать такое языческое значение, потому что обычно в этом мире говорят «судьба», «рок», ну, доля, часть такая вот выпала на мою долю, да? Вот так сложилось в моей жизни. Я думаю, что это будет правильно, если мы говорим о людях, которые не знают Бога, о людях, которые живут в этом мире, людях за пределами церкви, или тех, которые сознательно отрицают существование Бога. Тогда мы можем сказать, что да, вот судьба так случилась, это рок в моей жизни, это судьба, и я ничего не могу делать, не могу ничего изменить, это моя жизнь, это моя участь. Знаете, из жизни таких людей или в жизни таких людей дьявол, он может серьезно поиздеваться над человеком и принести очень даже и очень даже страшные вещи в его жизни, которым Бог не имеет никакого отношения. Тогда, когда человек себя причисляет к тем, которые не знают Бога. Но сегодня, знаете, мне хотелось говорить о другой части людей, о людях, которые называют себя церковью, людях, которые знают Бога в той или иной степени, или людях, именующие себя верующими. знают, что Бог принимает непосредственное вмешательство и участие в их жизни. Мы говорим сегодня о таких людях. Но тогда, что же происходит в жизни их, когда на долю таких людей выпадают непростые обстоятельства, а порой даже очень серьезные и сложные испытания приходят в жизнь. Почему на долю таких людей, которые считают себя верующими и верующими, и ходят пред Богом, выпадают такие сложные обстоятельства и испытания? И тогда у нас, знаете, машинально встает очень много вопросов. Возникает очень много вопросов, и мы спрашиваем Бога, мы молимся, мы задаем сотни вопросов к Богу, а ответов нет. Мы ищем ответов в Библии. И знаете, как ни странно, но в большинство случаев мы не находим ответа почему-то на те ситуации, которые произошли в нашей жизни. Я не говорю о мелочах. О мелочах мы даже, может быть, и не спрашиваем, и не молимся об этом. Я говорю сегодня о серьезных обстоятельствах, которые происходят в жизни тех или иных людей. Я думаю, что из сидящих сегодня, кто пришел сегодня на вечернее служение, здесь есть те, в жизни которых такие обстоятельства были. Или кто-то, может быть, сейчас проходит вот именно через эти обстоятельства жизни, сложные обстоятельства, тяжелые обстоятельства и необъяснимые. И мы хотели бы как бы избавиться от этого, как бы снять себе эту ношу, но мы не можем. Я не говорю сегодня о грехах, потому что с грехом может быть совершенно проще. Мы покаялись, Господь простил нас, жизнь поменялась. Мы говорим сегодня об обстоятельствах, которые случаются в нашем быту, в наших отношениях между друг с другом, в каких-то других обстоятельствах. Знаете, это меняет все. Это меняет наш быт, это меняет наше настроение, наше отношение друг к другу. Это меняет все абсолютно в жизни нашей, когда случаются с нами эти обстоятельства. И мы хотели бы как-то избавиться, поменять что-то, но у нас не получается, потому что это случилось. Это происходит, и мы живем вот в этом. Произошло, как говорится, несчастный случай. Что-то случилось такое неповторимое и необратимое. И мы четко помним, может быть, тот страшный день, когда это случилось. Мы четко помним тот ужасный перекресток, где это произошло. Или шокирующую новость, которую нам принесли. Или, может быть, страшный диагноз, который вынес врач по отношению к нашему здоровью. И мы смотрим, знаете, отсюда к Богу вопием, постимся, молимся. А проходит и день, проходит и месяц, проходит и, может быть, и больше времени. А ничего не меняется. И тогда мы соглашаемся с этим и говорим, ну да, это моя судьба. Наверное, это моя судьба. Это выпало на мою долю, это часть моей жизни, мне надо это нести, я должен нести это. Когда мы просматриваем Священное Писание, я вот смотрел в Псалме, Давид трижды, в трех Псалмах, он говорит удивительные слова, он говорит, что Господь часть моя, Господь часть моей жизни. Вот 15-й Псалом, 5-й стих, Давид говорит такие слова, 15-й Псалом, 5-й стих, Господь есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребий мой. То есть Давид соглашается с тем, что Господь часть жизни его, и какие бы ни были обстоятельства, он рад этому. Он согласен, что Господь в жизни его, и то, что происходит в его жизни, он знает, что за этим стоит Господь, и он не желает даже от этого освободиться или изменить что-то в своей жизни, потому что за этим стоит Господь. Я бы хотел еще раз сегодня напомнить о том, второй раз повторить, что мы говорим сегодня о людях верующих и что происходит в их жизни, в жизни верующих людей. Знаете, мы находим, что мы имеем какое-то ограничение, у нас нет никакой власти поменять и изменить ситуацию, в которую мы попадаем. У нас нет никакой власти, чтобы что-то изменить. Знаете, есть на мелочах какие-то власти у нас? Конечно, есть. Мы можем купить новый костюм, новое платье, поменять машину, поменять дом, купить. Мы даже в этом порой и не молимся. Но мне хотелось посмотреть на некоторые примеры библейские, где Бог производит операцию или вмешательство без нашего согласия на то. Бог производит это. Хотим мы это или не хотим, Бог это производит. Почему? Потому что мы все равно ничего не поймем, то, что делает Бог. Почему? Потому что мы ограничены в понимании, а особенно в понимании то, что делает Бог. Давайте житейский пример просто приведем. Ну, скажем, что у кого-то из нас серьезная проблема со здоровьем. Нужно вмешательство врачей. Нужно заменить клапан в сердце или нужно найти донора и поменять вообще все сердце у человека, потому что это связано напрямую с его жизнью. И когда мы обращаемся к человеку, к врачу, который имеет огромный опыт, у которого за спиной сотни и тысячи операций, которые он провел успешно. И, как говорится, когда он объясняет, выставив на экран сердце и говорит, будет вот то-то, то-то вмешательство такое-то будет в твоем организме. Насколько мы понимаем это или не понимаем, но в конечном итоге нам будет предоставлена бумага для того, чтобы нам подписать эту бумагу. И мы как бы отдаемся в руки этого способного человека, который может произвести эту операцию, в руки этого врача. И у нас есть выбор или нет выбора, но мы стоим на грани или жизни, или смерти. Поэтому мы отдаемся в руки врача. Все равно мы, может быть, ничего не поймем, что он будет делать внутри нас и каким это образом будет делаться. Но производится операция. Знаете, Господь в жизни нашей берется за нас очень серьезно, да? Потому что Он работает над нашим характером, над нашим эгоизмом, над нашим «я», потому что это то, что мешает в жизни нашей больше всего. Если бы мы как-то смогли с этим справиться, победить это, что-то изменить, может быть, многие вещи в жизни нашей бы и не случились, и не изменились. Но так как Господь вмешивается, чтобы изменить наш характер, поэтому и происходят в жизни те случаи, которые нам не нравятся. Потому что у Него очень серьезные намерения о нас, о верующих, о детях Его. И Его не устраивает, знаете, наше такое мягкое христианство на плаву, как бы, ну ладно, хорошо, все хорошо у тебя, ты покаялся, вот тебя из точки А в точку Б перевели, то есть ты уже не в ад пойдешь, а пойдешь в рай, как бы все документально произведено. Нет, Господь так не делает, так и не поступает. Он имеет о нас большие планы и потому берется за нас очень серьезно. Поэтому Он и не предоставляет нам, может быть, найти бумагу для того, чтобы мы могли подписать, согласен я делать ту операцию, которую Он будет произвести или нет. Не предоставляется нам эта операция, поэтому эта бумага. И поэтому Господь совершает эту операцию над нашим характером в зависимости от той миссии, которую Он предоставляет нам в жизни нашей. Я думаю, мы можем понять, что происходит в жизни нашей, когда Господь вмешивается в нашу жизнь, потому что это нам не нравится, потому что мы хотим как-то от этого избавиться. Я бы хотел сегодня посмотреть на некоторые примеры библейские, потому что Слово Божие нам оставляет много примеров, которые для нас как образы, которые показывают нам жизнь других людей и что производил Господь в жизни их. Очень интересная история, это его история с Иовом. Все произошло за короткие часы, может быть, в течение дня или в течение суток каких-то, да, все рухнуло, все абсолютно. Иов сам не поймет, что произошло в его жизни, что происходит. У него появляются сотни и тысячи вопросов к Богу, потому что все болит, все разрывается. Внутри он ничего не может понять, снаружи он весь как бы гниет и не может вообще понять, что произошло. А оттуда, сверху, да, даже и попытки нет, и никакого намека, чтобы объяснить эту ситуацию Иову. И это усугубляет еще больше обстоятельства, в которые он попадает. Иов, знаете, принимает все возможное, все, что можно со своей стороны, для того, чтобы узнать хоть чуть-чуть, хоть как-то приоткрыть ту занавесь, для того, чтобы понять, а что же происходит в его жизни. Знаете, когда уже он выдохся полностью, когда уже не было ни вопросов, когда уже и о боли, может быть, он не думал, ну, уже совершенно все, уже все, казалось бы, кончилось, разорвалось, ничего не собрать никаким образом. И тогда он перестает уже задавать вопросы Богу. И мы находим, что Господь начинает говорить с Иовом. И вот 38 глава, Бог отвечает и говорит с Иовом. Господь отвечал Иову из бури и сказал, кто сей омрачающий провидение словами бессмысла? Это первое, что задал вопрос, какой задал вопрос Бог Иову. Кто сей омрачающий провидение? Может, задал вопрос со стороны Иова. Господи, разве ты не видишь смысла в моих словах? Разве неужели я ничего такого не спросил тебя, что происходит со мной? Ну, хоть ты как-то объясни мне, что происходит в жизни моей, что произошло? А Господь говорит, ты бросаешь тень, ты омрачаешь то, что о тебе было в замысле моем. То провидение, которое было, тебе ты омрачаешь словами бессмысла. В твоих словах нет никакого смысла. Знаете, и Господь задает и вопрос Иову. Первый вопрос он говорит, где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. А где я был, когда Господь полагал основание земли? Где мы были? А где? Как можно ответить на это? Где я был? Господь говорит, а ты знаешь, где место тьме? Тоже не знаю. А ты знаешь путь к жилищу света? Тоже не знаю. И тогда, когда Бог задает много вопросов, и много, и много, и в конце 42 глава Иов, когда понял, кто он и кто Бог, и он полагает руку свою на уста и говорит, знаю, что ты, 2 стих 42 главы, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. То намерение, которое Бог определил для человека, не может быть остановлено. И если действительно Иов сделал серьезное заключение, и это правильно, то в жизни нашей надо многие вещи пересмотреть. Потому что Иов сделал заключение, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Никто не возьмет тебя за руку и скажет, ты не можешь это делать, я не хочу этого. Знаете, есть еще одна ситуация, которая записана в книге Даниила. Это другой пример. Здесь другая личность фигурирует. Навуходоносор, величественный монарх, управляет самой большой империей своего времени. Однажды он просыпается в поту, в тревоге, чувствует, что видел сон, который в вещи имеет какое-то значение. Он собирает всех мудрецов своего царства, рассказывает им, говорит, объясняйте. Никто не может ничего понять, никто ничего не может объяснить. Тогда он зовет Даниила и говорит, объясняй мне, потому что ты можешь, потому что в тебе дух живого Бога. Тогда вопрос к царю, что же ты видел, какой сон ты видел? И Навуходоносор объясняет и рассказывает, я видел дерево, которое было до небес, крона его распространялась по всей земле, в листьях его были гнезда птицы, плодами его питались все жители земли, под ветвями его покоились в тени звери. Я видел бодрствующего, сходящего с неба и провозгласившего. Срубите это дерево, обрубите ветки, истребите его, только корень его оставьте, сковав его железом и медью. И Даниил слушает этот сон, Даниил смущен, он в тревоге, в течение часа он ничего не мог сказать, ему объяснить, а потом говорит ему, хорошо, рассказывай мне сон. Он рассказал ему сон, и Даниил дает ему объяснение. Даниил дает ему объяснение, 4 глава, 17 стиха Даниила, мы читаем такие слова. Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высоко, высотой свою достигло до небес, и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасные и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитались звери полевые, и ветвях которого гнездились птицы небесные, это ты, Царь, возвеличившийся и укрепившийся, величие Твоем, величие Твое возросло и достигло до небес, и власть Твоя до краев земли. А что Царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал, срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте, пусть в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесное, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдет над ним семь времен. Знаете, как хочешь, так и понимай. Ты мне все равно ничего не можешь, это предопределено для тебя, и Даниил уходит. Знаете, когда я в истории с Иовом, того даже не оповестили ни о чем, тому даже ничего не сказали, там просто как бы вывалилось на него, свалилось все, и все. А этого известили через сон. И что интересно, в 21 стихе Даниил говорит на выходоносору, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Тебя прогонят от людей, ты будешь жить с дикими зверями, будешь съесть траву, как зверь. Раньше не ел? Нет, не ел. Но теперь будешь. Вот определение. Знаете, и семь лет пройдет с тех пор, как ты познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочешь. Ну, знаете, проходит и день, и проходит месяц, и два месяца, и десять месяцев, и год проходит, а ничего не случается. И вот однажды он выходит на террасу своего дворца, видит эту потрясающую панораму своего города, который он построил, и начинает речь, это ли не величественный Вавилон, который я построил в могущество свое, во славу свою, для величия своего. И знаете, как бывает на выключатель на стенке свет гасимый, да, раз, и выключился. И вот так вот клык, и сказано, что разум его отошел от него, и он перестал соображать. И что интересно, что тогда, когда разум к нему вернулся, прошло семь лет. Знаете, к своему удивлению, на Бухадоносру понял, что прошло семь времен, прошло семь лет с того момента, когда это случилось. Что интересно и примечательно еще вот в этой истории с Набухадоносром, что Бог его предупредил. Он предупредил его, чтобы он знал, что все, что происходит с ним, это не просто случай, это не просто рок какой-то произошло с ним, а что за всем этим стоит Бог. Что это не совпадение, и Господь говорит, я наперед предупреждаю тебя в деталях, что произойдет с тобой. Чтобы ты знал, что все в твоей жизни происходящее, это мой замысел о тебе. Нравится тебе это, не нравится тебе это, как хочешь, так и принимай. И тогда, когда ты вернешься на твое царство, ты поймешь, что во всем этом абсолютно происходящее в твоей жизни есть рука Божья. И он делает это точно по своему замыселу, какой он предопределил для него. И по окончании тех дней, говорит Навуходоносор, возвел я глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего. И последний с них, 34-й, последняя строчка, он говорит, который силен смирять ходящих гордо. Интересное заключение сделал, да, Навуходоносор? Ну хорошо, этот человек хоть вывод какой-то сделал. Через какие трудности нужно было пройти ему? Через что вообще нужно было пройти? Кажется, ну это так унизительно. Стал сумасшедшим. Все вельможи увидели, что он ненормально что-то происходит. Волосы стали расти, когти выросли на руках, траву стал есть, и они его как бы оберегая, увели. И поэтому Бог не объясняет нам порой, что он собирается делать с отдельными людьми в жизни их. Поэтому, когда в нашей жизни случаются определенные вещи, и когда нам это не нравится, потому что это работа Божья над нашим характером, потому что Господь хочет изменить нас, чтобы мы могли понять, и мы должны понять, что это делает Бог, и это не просто случай в тех или иных ситуациях. Конечно, мы хотели бы что-то поменять, изменить, сбросить с себя вот это бремя, может быть, которое нам не хочется нести, эти трудности, в которые мы попадаем. нам не нравится. Правда, братья и сестры? Нам совсем не нравится тогда, когда мы попадаем в такие ситуации. Потому что нам трудно понять то, что делает Бог в жизни нашей. Потому что нам трудно понять то, что порой делает Бог в жизни нашей. А как понять было Иову? Когда дует ветер, казалось бы, он должен был остановиться уже. А он дует все сильней, а он дует еще сильней, срывает крышу, срывает перекрытия, заваливает стены, убивает его детей, что потом с трудом можно разобрать, кто где есть. А как ты это объяснишь? А какой в этом смысл? И если нету в страданиях смысла, то вообще какой смысл в этом? А как объяснить, когда в моем доме собрались дети и внуки в воскресный день солнечный, прекрасный? И когда мы стали собираться на богослужение на вечернее, и вдруг трагедия, мы узнаем, что самый маленький утонул в маленькой луже. А как это объяснить? А хочется прийти туда и сказать, Господи, а что произошло? А где твои ангелы были? У них что, выходной был в этот день? Почему они не заметили? Почему они пропустили? Что произошло? А как это объяснить? Поэтому у нас очень много вопросов, тех, которые мы не можем объяснить. А Бог нам и не пытается объяснить в тех или иных случаях, потому что Он производит эту работу над нами. Знаете, ладно, можно сказать в истории с Иосифом. Там его братья, они не взлюбили его с самого детства, потому что он был любимым папиным сыночком, скажем так, он рос. И вдруг Иуда там, один из братьев, который вообще обозлился, он, может быть, закусил на Иосифа, подговорил остальных всех братьев своих, когда была эта возможность такая, и они его продают в Египет, продают его в рабство. И все пошло, казалось бы, наперекосяк. Вот в этого молодого человека 15 лучших лет жизни в рабстве. Знаете, просто вычеркнутые из жизни. Знаете, но там хоть есть на кого злиться? Там хоть есть на кого злиться? Все мои скитания, все мои 15 лет, которые я провел вот там вот в рабстве, в тюрьме, эта женщина, жена Патифара, все из-за моих братьев, потому что они меня продали. И мы в жизни точно так же говорим, это все из-за него, это все из-за нее, или это из-за них, или потому что я туда ходил, потому что то-то и то-то и то-то. И мы как бы делаем вот эти перетусовку и говорим, это из-за этого. Я не думаю, братья и сестры, что Иосиф так рассуждал, что все его горе, которое случилось с ним, во всем этом виновны его братья. Я не думаю. И если бы Иосиф так понимал вещи, если бы он так понимал, то при первой встрече, которая была с его братьями, он бы упрятал их туда, на 15 или больше лет, где провел свои 15 лет жизни, он бы упрятал их, если бы Иосиф понимал так вещи. Но Иосиф не так понимал. Иосиф говорил, когда они уже пошли домой к Якову, когда он уже им открылся, он сказал, братья, не ссорьтесь на дорогах, не спорьте, кто виноват, кто был прав, кто виноват, это Господь. Это все сделал Господь. Знаете, мы можем привести еще много примеров. примеров библейских, примеров с Моисеем, с Давидом, с Соломоном, когда делает Господь, когда Он оперирует на живую для того, чтобы исправить нас. Потому что, если мы справимся, и если бы мы могли справиться со своим я, со своим эгоизмом, со своей гордостью, то, может быть, меньше было бы и проблем в жизни нашей. Поэтому порой Господь ничего не говорит нам, и мы не знаем ничего, а Он совершает эту операцию. Порой Господь объявляет нам и говорит для того, чтобы совершить это. То есть, разные ситуации. И поэтому сегодня, когда мы рассуждаем и говорим, что Господь, что судьба это судьба от Господа, и Господь в этом во всем работает, и если мы смотрим и говорим, как в английском написано «But justice for men comes from the Lord». То есть, суд Божий, Бог рассудит, Бог определит, Бог знает, как поступить с человеком. Какие бы у нас не были рассуждения, какие бы у нас не были трудности, Господь во всем этом. Аминь.